всем привет дорогие друзья сегодня у меня вот такое приобретение я купила фитолампу длиной метр двадцать вот она какая длиннющая длиннющая бесконечная вот 451 рубль разорилась наконец-то купила такую лампу давно давно хотела ну у меня конечно рассада не вытягивается но все же хочется не знаете едешь вечером и везде окошечки светятся этим этим цветом думаю ну что ж я хуже что ли всех остальных цветоводов тоже прикуплю вот какой у меня гиацинтик расцвел так чего я еще накупила в леруа мерлен сейчас расскажу да смотрите вчера пикировала петунью смотрите да я пикирую петунью вот такую вот малюсенькую потому что считаю она лучше так приживается корешков у нее еще можно сказать нету она еще вся на поверхности лежит еще не не пустила корни глубоко поэтому перу чуть ли не пинцетиком двумя пальчиками вот так вот тик 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 по 4 штучки рассаживаю смотрите вот здесь посадила и вот здесь вот знаете какую плошку я всего лишь посеяла смотрите вот здесь тоже и вот здесь а была всего лишь вот такая плошечка посеяна вот так вот это питунья семена моего сбора питунья ампельная очень красивая яркая малиновая название не знаю так вернемся к нашим покупкам купила вермикулит вот такой вот фракции мелкой как бы вам показать буду добавлять немножечко в грунт и сделать скоро мне нужно будет рассаживать уже бегония клубнивая и не вермикулит тоже понадобится он хорошо рахнет почву и удерживает влагу и накупила огромное количество огурцов купила еще такой черный маркер подписывать стаканчики и горшочки из цветов купил еще бальзамин вот такой красный уж очень хочется мне такой расцветки не знаю у меня в моих смесях будет такая расцветка или нет потому что повторю что сеяла я все семена в одну в один лоток не разделяла и теперь даже не знаю кто взошел кто подвел меня и кто не за кто не взошел кто не подвел ну вот увидела не смогла пройти мимо и еще купила вот такой пакетик семян пеларгонии f1 ярко зональная ну просто неправильно это уже не смогла пройти мимо почему показываю сейчас семена потому что все еще не поздно посеять весь март можно сеять и лабелью и петунью и бальзамины и пеларгонию в том числе поэтому у меня будет смотрите какой разброс да только что посеянные уже взошедшие проросшие уже начеренкованные уже с бутонами то есть такой оборот цветов круглый год из удобрений взяла вот такие вот удобряшки взяла фертика смотрите здесь написано что это водорастворимые удобрения для овощей цветов и рассады то есть она универсальны и смотрим на состав конечно здесь азота 6 фосфора 20 калия 27 то есть это больше будет для того чтобы завязывались плоды и развивались бутоны это больше для цветущих про удобрения мы с вами будем отдельно говорить целый целый блок так вот такое взяла еще фертика для роз и пионов потому что у меня много пионов не то что много разновидности у меня много кустов но и розы тоже есть вот видите я думаю что конечно и другие цветы не будут против если я полью этим раствором цветочки ну и вот здесь тоже взяла для курсов кабачков патиссонов так как у меня впереди огромная посадка огурцов мне тоже потребуется такая агрикола вот здесь смотрим 13 азота 20 фосфора 20 калия это комплексное удобрение увеличивает урожай повышает вкусовые качества вообще агрикола мне тоже нравится в этом году еще и фертику попробую переходим к семенам расскажу какие буду сеять сорта огурцов конечно же это либелла наша любимая либелла который пчелопыляемая скороспелая растет она отлично в открытом грунте у нее тонкая кожица и мало шипов для салата она просто незаменима давно и консервировать тоже можно мой любимый родничок у него длинные плети поэтому урожайность у него всегда отличная средний ранний пчелопыляемый высоко урожайный гибрид он устойчивы к болезням у него сочные плоды без горечи а также его можно брать на засолку потому что у него такие видите пупырышки и шипики ох и хрустящие получаются огурчики соленые родничок также люблю выращивать огурец конкурент он тоже такой знаете засолочными качествами обладает хрустящий плоды такие знаете не очень длинные по 10 сантиметров и у него черные шипы плети длинные расползаются по огороду очень даже далеко я огурцы не подвязываю когда они у меня растут на улице они у меня сами по себе плетутся куда им хочется может быть в этом секрет урожайности моих огурцов ну а это огурчик малышок для тех кто любит кустики более компактные они тоже с черными шипами ультра скороспелый пчела опыляемый тоже сочные такие сочные плоды эллипсовидной формы темно-зеленые спал с полосами от половины плода крупно бугорчатый с белым опушением у них на на носике вот так вот белые полоски вот такой вот огурчик это плестись сильно не будут малышок взяла еще вот такой сорт парижский корнишон у него такие миниатюрные плоды у ну крупно бугорчатые кожица такая плотная хрустящая мякоть сочная без горечи черношипые отличный для консервации это для тех и для соленья тоже хороши они это для тех кто любит знаете такие малюсенькие огурчики в баночках у меня вот моя семья обожает всегда просят достань помелче достань помелче вот поэтому вот так и взяла вот такой еще балконный огурец у него плети короткие этим он и хорош и очень высок урожайный открою вам по секрету я уже посадила три семечка огуречных из сорта балконные комнатные огурцы и вот посмотрите у меня уже один огурчик показал вот-вот семидольные листочки вот-вот выпустит смотрите как сажать огурцы как проращивать как сеять как я это делаю я вам все обязательно расскажу у меня тут вот фу очень хорошо получается выращивать огурцы мои огурцы в рассаде пользуются большим спросом в прошлом году мне даже не хватило рассада огуречной но хотели еще хотели еще моей рассады огурцов взяла еще вот такой вот огурец под названием бригадир он очень скороспелый чем понравилось мне что у него букетное цветение в основном женские завязи преобладают когда зависть женская огурца он и такой идет цилиндрической формы как бы в разрезе напоминает квадрат семена располагается по квадрату и такие огурцы никогда не бывают пустые у него очень хороший аромат бугорчатый такое устойчив к болезням корневым гнилям и к мучнистой россии то есть тоже для улицы отличный гибрид бригадир еще вот такие купил огурчики десдемона у них более нежная кожица эти огурцы буду сажать попозднее для того чтобы было был поздний урожай огурцов они пойдут салаты очень хорошо в закрутки хорошо вот салаты именно в такие маринованные там где мы добавляем томат перчик еще там кто кто что любит вот такие вот снежной кожицей хороши будут такая вот десдемона так что еще могу сказать вот к ложной мучнистой россия они устойчивы как раз то что нужно во второй половине лета это устойчивость к заболеваниям эти заболевания не конечно от нас никуда не деваются и всегда она эта мучнистая роса приходит не взначале а мы уже к этому готовы купили огурцы которые устойчивы к этой бяки ну вот еще взяла вот такие пакетики они вот знаете стоит 2 рубля но огурец из них вырастает отличный огурец и изящный для того же он хорошо растет в открытом грунте у него мелкобугорчики белошипые плоды длиной 10-12 сантиметров он раннеспелый вот отлично вот сколько набрала пакетов потому что спрашивали мне эти огурцы поэтому не смотрите на картинку а смотрите на качество огурца который вырастает так что я еще взяла вот такую петрушку кудрявую кадриль взяла еще вот такие вот бархатцы прямостоячие очень нравится мне за то что у них такие шары жил золотые желтые салат крупнокочанный капусту белокочанную подарок июньская это мы с вами все будем сеять и где-то еще была слава вот она слава это все у нас капусты от ранней до поздней шпинат обязательно журналистный очень нравится он мне его хорошо прям и в свежем виде употреблять и добавлять во вторые блюда в горячие он богат очень витаминами так ну и вот такой вот майоран садовый видите это такой популярный при популярной такая приправа хоть сушить его хоть свежем виде вот еще московская позднее так что еще взяла взяла вот такой вот здравий для подкормки томатов так как скоро будем кормить томатики вот смотрите здравий турбо очень все поедет этот вот препарат здравий турбо он предполагает подкормки от рассады до плодоношения с интервалом таким как написано вот здесь вот нужно растворять и подкармливать и рассаду можно подкормить и при высадке в грунт и плодоношение когда начинается то есть это такое водорастворимое удобрение которое быстро и легко усваивается растением вот показала я вам сегодня все свои покупочки которые сделала ну что еще вам показать ну что же вот так вот мои пеньки обрастают смотрите вот зеленица пенечек вот тут что вот у меня такой травка наверное травка да видите как вот как его выбросить да вот такие которые выбросила я разрастаются и обрастают вот это кстати тоже просто вот отломила макушку воткнула она сама мне тут приросла пусть растет жалко что ли мне так ну что готовимся к сезону огурцов сезону томатов и конечно же к нашим любимым цветочкам на сегодня прощаюсь всем пока пока до новых встреч